Здравствуйте, дорогие друзья! Матч у нас сегодня в группе А, новосформировавшейся группе, в которой встречается команда Лидерс и ее гости в манишках. А это команда Люксор. А, ну, конечно, без манишек, соответственно, команда Лидерс. Стоит также отметить, что сбор у этих команд всегда достаточно хороший, мы наблюдаем, и игра в целом сбалансированная. Но команда МБЗ очень серьезную заявку о победе сделала вообще в группе А, ее будет сложно останавливать. Люксоры ощутили качество игры этой команды, а вот Лидерс, я думаю, что пока что не знаком с МБЗ. Но вот сегодня посмотрим, какие выводы с предыдущей игры сделала команда Люксор. И посмотрим вообще, как будет протекать сегодняшний матч. Первыми разыгрывать мяч будут игроки команды Лидерс. Денисович Николай и... Восьмой номер. И восьмой номер, это у нас Савин Валерий. Так произносится боевой клич команды. Хотя они явно моложе за своих соперников, но не это решает, кто станет победителем. Денисович отыгрывает обратно, Анищук. Анищук не спешит. Потихонечку продвигается вперед. И вот начинается прессинг от команды Люксор. Сразу же выход один на один. Ну и момент, по-моему, потерян. Острейший момент на самом деле был. Да просто подскользнулся Игорь Анищук и не ожидал столь быстрого взрыва от команды Люксор. Коваленко Николай отыгрывает на Анищука, Игоря. Денисович. Снова Денисович. Выход один на один. Но не удается пробить. Стапенко на высоте здесь играет. Классно. Он на воротах стоит, мы не раз говорили. Вот его элементарная игра. Грамотно выбирает позицию, вовремя выходит и отбирает этот мяч. Так, Люксор разыгрывает. Пока на своей половине поля. Анищук. И это похоже на фол. Да, фиксируется здесь фол. Денисенко разыгрывается Анищуком. Удар. Выше ворот. Мироненко Андрей. Передает передачу. Снова обыгрывается Люксор таким образом. Пока что выманивая, я бы сказал. Зиадинов. Достаточно технично смотрятся команды, хотя и борьбы тоже хватает. Ну, борьба прежде всего, потому что свежая. И как бы цепляется за каждый мяч на этом уголочке поля. Вот Зиадинов хорошего, с острого угла пробивал. Пока что не опасно. Коваленко Николаевна. Анищука. Денисович. Анищук. 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 Играет на Ибрагимова. Над поворотом. И мяч вылетает. Сразу видно по командам, что скорости будут достаточно высокие. Как минимум в первом тайме пока сил много. Устанавливает мяч на аут Иберагимов. И короткий разыгрыш мяча и сразу же удар по воротам. Никита Мироненко сейчас с мячом. Мяч на у команды Лидерс. Принимает решение пройти сам, очень хорошо это получается. Много пространства можно ударить и мяч уходит на угловой. Пробивал Савин. Еще один попытка ударить от Савина мимо ворот и Остапенко будет вводить мяч за командой Люксор. Иберагимов. Аганисян. Любит им придержать мяч у себя в ногах и вот сейчас пробует детальную игру. Попытка игры в стеночку, но защитники читают момент. Дальнее вбрасывание. Хорошая попытка прокида. Очень неудобный мяч был для самого воротаря, тяжело было угадать траекторию. Он понервничать как минимум заставил. Иберагимов. Дальняя передача на Денисовича, но не точно. Денисович удар. Но Остапенко на своем месте. Анищук. Похоже будет бить. Хорошая попытка. Да, решается на смещение туда в центр пробивать с левой ноги. Мимо пока что ворот. Мироненко Андрей на Еременко. Алексей подсказывает ему двигайтесь ко мне, а сам вот такими движениями... Хорошо открывается. Аганисян. Но защита уже успевает стянуться и вдвоем с помощью прессинга забирают мяч. И имеем ситуацию 3 в 4. И очень-очень неприятный гол для голкипера Остапенко. Да, а забивает у нас на данный момент Денисович Николай на пятой минуте встречи. Очень обидный гол для Остапенко, потому что он абсолютно не видел мяча и из-за этого не смог никак среагировать. Через двух игроков пролетел мяч. Банально его же партнеры по команде, считай, закрыли видимость в воротах. Мироненко Никита играет на Еременко. Хорошо сейчас мелкий пас, но комбинирует неплохо в целом Люксор. Да, видно распасовочка, достаточно цепко держалась мячом, но два игрока умудряются отобрать мяч. И это фолл. Не стал дожидаться выставления стенки от судьи Еременко Алексей. Пробил его таким образом и пока что аут. На самом деле прострел может оказаться достаточно фатальным для команды, потому что мяч отлетел как раз к нападающему команды Люксор и он мог замкнуть этот отскок. Алексей Еременко играет на Никиту Мироненко, а он уже так решался на Аганесяна отдать передачу. Мы видим, что мяч покидает пределы поля и вот как раз он будет Люксоровским. Аут. По правую сторону поля от нас. Голкибер выбивает мяч, и мяч снова уходит в аут от команды «Лидерс». Еременко на Мироненко. Сваливается мяч с ноги, но зарядил, как говорится, хотел пробить жестче. Да, удар был достаточно сильным, но, к сожалению, совсем не точный. В основном мы увидим дальние забросы, попытки. Но мяч сразу же перехватывается Люксором. Они выходят три в три. Мироненко и Никита игра через назад. Анищук, высокий прессинг. Но вопрос будет ли гол засчитан? Да, будет, будет этот гол засчитан, я уверен. Где-то, наверное, зря это ложное движение делал Остапенко. Ему вдвойне не приятно и больно, но Анищук. Игорь пользуется этим моментом и забивает еще один мяч в этой встрече. Второй мяч. Кожешь оступился Остапенко. Вначале он сделал это ложное движение, будто будет выбивать. Думав, что дернется Игорь, но Игорь уже превратил пол поля для этого прессинга. И шел до конца. Да, солидарен с тобой полностью. Ну ничего не потеряно, и интрига на самом деле... Пока что не так много времени матча прошло. Да, нельзя сказать, что интриги не будет. И очень хороший уже момент у Люксора, удар и гол. Вот интрига к нам незамедлительно начинает возвращаться. Да, и благодаря действиям Оганесяна. Эрика. Немало мячей на самом-то деле положил, и как раз я говорил, что на этой неделе мы будем обновлять таблицу бомбардиров за эти три тура, которые отыграли команды. Но я думаю, это все там отобразится. Коваленко, Ярослав. Пробрасывает мяч, играет левее, Анищук. Анищук. Открыт Коваленко. Но очень хорошая стрельная передача. Денисович пробивал. Блокируется этот удар. Тут нужно на самом деле сейчас не спешить Ликсору, потому что их всего лишь двое против четверых, но находит. И решается на такой удар с разворота. Очень хорошо против двух соперников проходит Денисович. И какой момент только что был у Коваленко, Ярослава. Но удар этот мимо. Мимо створа наносит. Еременко Алексей с мячом. Рядом открыт в Мироненко Игорь, старший. Он как-то так и решился уже туда давать передачу. Алексей и хорошо разыгрывали на самом деле до последнего момента. Анищук. Очень обидный перехват. И сейчас не получается обработать мяч. У Мироненко. Главой. Коваленко будет разыгрывать угловой. Хорошо, жестко, но чисто. Мироненко. Мироненко пытался найти своего партнера по команде, но мяч входит в аут. Мироненко. Игорь. Делает навес на Зе Динова. Классный сброс. Хорошо сбрасывает. Зрячий удар наносит Денисович в данной ситуации. Очень хорошо Денисович с Анищуком разыграли эту ситуацию. Четко разобрались. Отдали передачу. И момент был реализован. Да. Денисович и Николай на 11-й минуте. Е1, Абна Ибрагимова. Ибрагимов отыгрывает через назад. Алексей Еременко. Очень хорошо сейчас они распасовали, растянули защиту. И заставляет нервничать. Игроков команды «Лидерс». Сразу не выключайся. Выход за мяч сейчас. Итак, выход 3 в 2. Обыгрывается сам. Десятый номер. Классный удар только что делал, честно говоря. «Боровой» Юрий. С мячом «Лидерс». Перепасываются «Лидерс». Вытягивают своих соперников сейчас. Хотя, да, казалось бы... Отличная передача. Четкая реализация момента. И это четвертый мяч. Коваленко Николая. Забил, да. Коваленко Николай. На 12-й минуте встреч. Очень хорошо реализуют, на самом деле, свои возможности «Лидерсы». Почти все острые моменты, которые создают, у них заканчиваются голом. Да, поэтому счет на табло неудовлетворительный для команды «Люксор». И это все связано как раз с тем, что... Это бой! Все же. Не просто удается. Хороший проброс. И не просто удается играть «Люксору» против «Лидерс». Не такая у них хорошая голевая статистика. Борьба в штрафной площадке. Да, здесь немного не давал вратарь сделать свободные действия команды «Лидерс». Хаминка Антон. Мироненко Андрей. Потерял сцепление после удара. Но все равно даже тут игрок не дает нормально, качественно пробить. Зажали своих соперников. Футболиста команды «Люксор». Хаминка парирует этот удар. Андрей Мироненко пробивал. Близнюю, это вратарский. Мяч, конечно же, не даст пропустить. Я так думаю, по крайней мере. Но в данном моменте не дает и малейшего шанса. Но очень хорошо зажимают в своей штрафной площадке. Но вот теперь мяч перехватывается. Есть возможность для контратаки. Снова Хаминка с мячом. Мяч снова у Хаминка. Это на вес. На борово. Пока что нет открытых игроков, некому давать. Рано, что играть через зад вот очень хорошее открытие по правому флангу. Открывался у нас Савин Валерий. Но, к сожалению, передача до него не дошла. Еременко Алексей. Есть пространство пробежаться. Вот он это и делает. Отдает левее. По-моему, запутался немножко Андрей Мироненко с мячом. Коваленко Николай. Достаточно сильно прессингует «Люксор» и вынуждает на ошибки. Защита команды «Лилерс». Да, хороший удар от Зиадинова мы только что видели. Хлёстки, я бы сказал. Но вратарь по позиции правильно стоял и не допускает мяч. Подержи мяч, подержи. Гутыри Олег сейчас, к сожалению, потерял мяч. И у «Люксора» есть очередная попытка провести результативную атаку. Да, ну вот таким образом лишается мяча. Команда в манишках и «Лидерс» снова будет формировать свою новую атаку. Валенко Николай. В разрез, в разрез была отличная передача. Не дает переиграть себя. Остапенко. Приходится ему выбить вот таким образом мяч. Достаточно большой темп взяли команды. Так что, возможно, этот маленький перерыв как раз даст возможность отдышаться. Восстановить чуть-чуть сил. И Савин вводит мяч в игру. Николай Коваленко сыграл в левее. Снова Коваленко, Николай. Андрей Мироненко опережает. Андрей проходит сам. Следующий сам, похоже, будет бить. Да, это был удар, но было очень много игроков на пути. Алексей Ерменька играет на опережение. А что здесь от Никиты Мироненко за запас? Слабовато. Он отдал, честно говоря, и снова мяч у «Лидерс». Только лишь сейчас удается отработать. И забрать его, но не до конца, потому что аут все равно на стороне белых. И еще. Так, Денисович. Попытка паса на Ящука, но не точно. Еременко на Ганесяна. Ганесян попытался пройти сам, но мяч потерял. Да, и таким образом Денисович его обыгрывает. Но теперь Денисович чуть-чуть не доконтролит мяч, но все равно он остается у него. Но вовремя сориентировался. Никита Мироненко играет на Еременко. Алексей на Андрея Мироненко. А и тут уже на Ганесяна передачи адресовался. И Ярослав Коваленко там хоть и запутался, но прессинг-мяч в себя вернули. Да. Ну, правда, ненадолго. Настолько быстро события происходят, что не успеваем и даже комментировать данной ситуации. Надо чуть-чуть на самом деле шире, как по мне, играть команде Люксор. Потому что они часто встречаются с такой плотной стенкой. Да. Да, и конечно, нужно растягивать. Вот есть шанс 2 в 1. Вот сейчас очень хороший момент. Похоже, да, это попытка пробить самому. И, возможно, это правильно, потому что защитники больше ожидали именно паса. Игра на самом деле настолько быстрая, что не успели откомментировать прошлый момент, как была уже опасность возле ворот. И в целом неплохой сейф делает Остапенко. На 17 минут. Мироненко Игорь играет на Андрея Мироненко. Семейная такая команда получилась. Семейная перепасовочка. Комбинация. Аганесян классно выдерживает эту паузу. Крутит, крутит игрока соперника. Но вратарь команды Лидерс на месте. Хороший проброс кончиками. Уже пальцев буквально дотягивается до этого мяча. Игорь играет на Аганесяна. И вот как раз Люксор, похоже, и решили поатаковать чуть-чуть шире. Потому что игроки у них рассредотачиваются по полю. По крайней мере стараются это сделать. Просто банально запутался немножко. Сумбурно действовал Андрей. И уже у Лидерс мяча. Анищук. Денисович. Гутерий, если не ошибаюсь, с мячом сейчас. Шестой номер. Да, Гутерий Олег. Анищук. Снова Гутерий Олег с мячом. На Денисовича. Анищук. Отличная передача. И вот в этот момент, конечно, стоило, возможно, чуть-чуть послабее отдать пас на абсолютно открытого Гутерию Олега. Мироненко, Никита, на Ибрагимова. Ибрагимова играет левее. Игорь Мироненко. Мироненко забрасывает вперед, но не точно. Чуть-чуть поубавился, на самом деле, темп игры по сравнению с ее началом. Ну, неудивительно, у нас всего-то полторы минуты играть осталось в первом тайме. И опять острейший момент от команды «Лидерс». И можно сказать, что «Люксору» повезло, что Коваленко и Ярослав не дотянулся до этого мяча. Да, и не сделал счет 5-1. Напомню, что счет 4-1. Три мяча разделяет. Да, и какой хороший удар от Игоря Мироненко. Мяч с опасным рикошетом все-таки прокатывается рядом с вратарем. Не скажу, что он там прям контролировал всю ситуацию, но Хоменко все-таки даже не дернулся, наверное, на этот мяч. Очень хотелось бы забить мяч до перерыва, чтобы уходить все-таки с более комфортным счетом на перерыв. Да, хотя бы с минимальным преимуществом «Лидерса». Не так спокойно себя отыгрывали, но... Потому что после перерыва с перевесом 4-1, в принципе, можно чуть-чуть и подсушить игру, играть спокойнее, заставлять соперника бегать, уставать, самому атаковать не так активно, а больше играть в пас. Гутеря. А не щуп прикрывал защитника, давая возможность Гутеря пройти, но тот решил пробить. Ибрагимов играет правее, Мироненко. Зиадинов туда, на Гнеся, она не доходит до передачи. А ну что сейчас, может быть, дойдет? Дальнее забрасывание, но вратарь забирает мяч в свои руки. Совсем немного времени остается в первом тайме, потому шанс дальним забросом создать опасную ситуацию, но вратарь снова на своем месте. И первый тайм у нас подходит к концу, и заканчивается он со счетом 4-1 в пользу команды Лидерс.